Не спешите нести на свалку старую бытовую технику. Это опасно, неэкономно и запрещено законом. В регионе запустили проект по сбору неисправного оборудования для дальнейшей переработки. И самые активные его участники – это школьники, а также их родители. Как это работает в нашем материале. Проигрыватель, микроволновка, компьютерный блок. Из дома в школу они несут неисправную технику. Шестой А бьет рекорды. Класс, который собрал больше всего сломанного оборудования, отправится на экскурсию на перерабатывающие предприятия. Не отстают и третьеклассники. Я принес 4 телефона. Один, конечно, не мой. Папин. Он сам мне дал. Для класса стараюсь. Плату делали. Я сдала старую микроволновку, мультиварку, компьютерный блок. Я приняла участие в этом конкурсе для того, чтобы наша планета всегда была чистая и цветущая. Ученики 69-й школы в общей сложности собрали около полтонны техники, которая больше никогда не сможет служить в доме. И это их вклад в экологию нашего региона. Благодаря программе нам удалось уже собрать более 8 тонн отходов и отправить их на переработку. Ученики 69-й школы уже подготовили плакаты, посвященные вывозу электротехнических отходов, раздельному сбору и бережному отношению к природе. Эко-плакаты – это тоже часть проекта в рамках общероссийской экологической программы. Только здесь в школу утилизации прошли 60 детей с 1 по 9 класса. Взамен старой техники можно получить совершенно новый смартфон или планшет. Среди участников проекта в каждом регионе выберут три лучшие работы. Как учитель рисования мне больше всего нравятся рисунки, которые оформлены у нас красками, которые рисовали у нас дети самостоятельно. Как и в любой школе, ребят ждал урок. Конечно, тоже экологический. Они узнали, как без ущерба для природы утилизировать мусор, ходить за покупками и даже путешествовать. Татьяна Дудина, Элла Шахова, Сергей Свешников. Вести. Ульяновск.